В разгар Холодной войны ВМС США контролировали Мировой океан, разместив свои авианосцы в ключевых регионах планеты. СССР ответил на вызов огневой мощью. Крейсеры проекта «Орлан» водоизмещением 24 тысячи тонн стали ее воплощением. Чего только на них нет, включая крылатые ракеты, ракеты «Земля-воздух». Ракетные крейсеры относятся к наступательным вооружениям, потому что это проекция военной мощи. Появление ракетных крейсеров в начале 80-х годов прошлого века не на шутку встревожило западных военных экспертов. Их строительство в 1984 году всерьез напугало американские ВМС. В ответ администрация Рейгана извлекла на свет своих собственных когда-то списанных колоссов. Ответом на новую угрозу стало возвращение в строй линкоров. Только эти суда времен Второй мировой войны несли броню, способную выдерживать шквал крылатых ракет. Самое грозное оружие ракетного крейсера надёжно укрыто от посторонних глаз. Квадратные люки на палубе скрывают пусковые шахты двух десятков противокорабельных ракет П-700 «Гранит». В каждой такой шахте располагается 10-метровая ракета весом 7 тонн для борьбы с кораблями противника. Ракета несёт около тонны взрывчатых веществ и движется почти вдвое быстрее скорости звука. Если дать им приблизиться на расстояние удара, всё, пиши, пропало. Это был плавучий арсенал самых современных средств поражения. Восемь шестиствольных орудий АК-630 с радарными установками защищали крейсер от вражеских ракет. Десять пусковых установок противолодочных торпед вкупе с 22-мя установками для пуска противолодочных ракет надёжно охраняли крейсер от атак вражеских подводных лодок. Но даже это ещё далеко не всё. Ещё два орудия. Ещё пять сотен ракет. Ну и напоследок — 14 крылатых ракет, на которые можно было установить ядерную боевую часть. Крейсеры проекта «Орлан» являли собой самую настоящую угрозу. Они несли вооружение для поражения воздушных, надводных и наземных целей. Конструкцию отличала смелость полёта мысли. Аналогов за рубежом не существовало.